Ну что же произошло, скажете вы, а происходит следующее. Это значит, что излишков нефти больше, чем 20 миллионов баррелей нефти. Я, в принципе, об этом говорил, ссылаясь на мнение очень авторитетных экспертов, инвестиционных банков. Вообще, избыток нефти на мировом рынке, ну, наверное, не меньше 30 миллионов баррелей, то есть 30%. Ну это же очевидно. Если самолеты перестали летать, они им не нужны керосин. Если целые страны численностью свыше 4 миллиардов сидят на карантине, они меньше потребляют нефтепродуктов, минимум на 50%. Ну очевидно, что на мировом рынке, по самым скромным оценкам, должен уменьшиться спрос на 30%. Значит, минимум 30 миллионов баррелей должно быть на рынке в избытке. Нефтедобывающая компания качает-качает, покупатели нефть много. Точнее, покупатели нефти, наоборот, нет. Спроса нет, цены обваливаются. Вот этот показатель говорит о том, что вроде договорились. Первая волна, вторая волна. А цена идет вниз, идет и идет. Это реальность, к сожалению. Ну и вторая реальность такова, что сейчас марка нефти, которая торгует и Россия, и Казахстан, называемая Юралс, она торгуется на уровне 20 долларов за баррель. Что такое 20 долларов за баррель? Это фактически убыток. То есть наши нефтяные компании и Россия работает в себе убыток, даже после того, как бы чуть приподнялась цена на нефть. Ну и представьте себе, если в начале года цена на ту марку, которую производит Казахстан, была 65-68 долларов за баррель, сейчас 20. То есть в три с половиной раза, в три с половиной раза практически упала цена. Что это значит? Это значит, что минимум в три раза меньше будет поступать валюты в нашу страну. Раз в три раза меньше будет поступать валюты, а люди хотят купить, покупать импортные товары. То есть вы идете в магазин, вы, да, в торговой компании, в торговом центре платите за импортные продукты или мебель, одежду в тенге, но они это тенге собирают, через банк делают заявку, покупают на бирже валюту и потом привозят из-за рубежа этот товар, который вы покупаете за тенге. Но теперь валюты нефтяные компании в страну нашу поставляют минимум в три раза меньше. Ну я вам приводил пример, когда продукта мало, он дефицитный, на него спрос со всех сторон давит и тогда продавец этой валюты начинает поднимать цену, говорит сегодня 400, завтра 500, послезавтра 600, потому что покупатель все больше и больше и реально купит эту валюту на аукционе последний, кто даст самую высокую стоимость. Значит, что мы в итоге получаем? В итоге надо четко понимать, что сейчас на мировом рынке столько нефти, он сейчас накапливается, танкеры наполняются, хранилища уже практически все заполнено, осталось совсем чуть-чуть, времени уже больше некуда будет эту нефть заливать. И мировой рынок прогнозируется, сейчас еще раз упадет, обрушится. То есть разные прогнозы есть, но в ближайшее время прогнозируется, что и 20 долларов будет с нынешних 30 упадет. Так что, уважаемые друзья, ситуация такова, что в нашу страну нефтяных долларов будет поступать минимум в три раза меньше.